Добрый вечер! Вы в прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Предпраздничный день в Жако выдался не менее торжественным и полным эмоций. А ульчане несколько лет ждали этого момента. Открытие обновленного мемориального комплекса, посвященного участникам Великой Отечественной войны. На торжестве присутствовали члены правительства Карачаева Черкесии, депутаты Народного собрания, представители общественных организаций и духовенства, гости и жители Хабетского района. С приветственными словами к присутствующим обратились спикер парламента Республики Александр Иванов и министр труда и социального развития Карачаева Черкесии Руслан Шаков. Все эти люди, наши предки, отцы, деды, прадеды, которые прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма, как никто другой достойный народной памяти. Они, их подвиги, живы, пока их помнят и чтут. Особенно это актуально сегодня. Когда нацизм вновь поднял голову и начал, не стесняясь угрожать нашему государству с высоких трибун, нещадно переписывать страницы истории, умолять великие подвиги наших боевых ветеранов. Много лет назад этот памятник был открыт братьями, сестрами, отцами и сыновьями тех героев, чьи имена написаны на нем. Судьба распорядилась так, что сегодня внуки и правнуки не только заново открывают его, но и показывают следующему поколению, что память не имеет человеческих и возрастных границ. Почетное право снять белое полотно с памятника было предоставлено Александру Иванову и выходцу из Аула Жако, представителю поколения детей войны, профессору Хангири Бакову. На памятной плите засверкали с золотом имена 189 фронтовиков, выковавших победу в числе миллионов других. Вечный огонь зажгли председатель совета старейшин Аула Жако Мухаммед Шибзухов и Аслан Баков, человек, кто непосредственно принимал участие в реконструкции мемориального комплекса. Это очень глубокие чувства, это так просто, конечно, не передать. Это каждый на моем месте так же сделал бы, я считаю так. Это святая обязанность каждого. В ходе мероприятия от имени главы республики Рашида Тимрезова прошло награждение именитого земляка, члена Союза писателей России Хангири Бакова в честь юбилейной даты – 80-летия. Впервые здесь не только погибшие означены гранити, но и участники войны. Если была бы моя воля, я бы здесь поставил рядом и вдов погибших. Они были на двух фронтах. Без мужей воспитывали детей и занимались непосильным хохозным трудом. За активное участие в строительстве памятника заслуженный строитель Карачаева-Черкесии Аслан Баков был удостоен почетной грамотой Комитета Совета Федерации и Федерального Собрания России по обороне и безопасности. Память погибших односельчан участники митинга почтили минутой молчания. И в считанные минуты подмножие памятной стены было усеяно возложенными цветами в знак памяти и почтения. Бетонный сердечник, облицованный гранитным камнем, на котором запечатлены родные и знакомые имена и фамилии. Палец проходит по списку, а глаза выискивает именно того человека, с которым неразрывно связаны по крови. Вы живые знаете, мы стояли насмерть, чтобы жили вы. Вечный огонь, место силы и памяти. Силы, потому что языки негасимого пламени. Это свет миллионов сердец, бившихся во имя жизни. Фатима Дурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия. Яблони, гроши, вишни разных сортов для сохранения исторической памяти народа. Ставропольская краевообщественная организация «Карачаевский культурный центр «Алан» инициировала посадку плодовых деревьев в Кубанском ущелье. В мероприятии участвовала съемочная группа «Вестей». Репортаж Аллы Динаевой. Даже погода благоволит в этот день и выглянуло солнце из-за тучи, не пошел дождик. С большим энтузиазмом, дружно, активисты Карачаева-Балкарского центра «Алан» начали готовить лунки для посадки деревьев. Глубина примерно два штыка. Не слишком большую яму нужна. Сейчас там не специалист. Будем советоваться со старшими. И, конечно, самое главное в посадке саженцев – это… Чтобы деревья кусились нормально. Чтобы потом был сад, да? Желательно. Место для сада в честь 65-летия возрождения карачаевского народа выбрали в центре поселка Эльбрусский. Во дворе мечети, около Дома культуры и прямо у дороги, ведущей в старинные карачаевские аулы. Хурзук, Учкулан, Карчурт – это историческая родина карачаевцев. И поэтому мы решили посадку деревьев осуществить именно тут. Деревья – это и по датам, и по религии – это прекрасное дело. Сажать деревья – это украшает природу, свежий воздух придает, а также помогает сплотиться людям, молодежи, а также в остальном обществе при общем вот таком труде. Саженцев 65, как и количество лет со дня возвращения карачаевцев на историческую родину. Половина из них яблоки, 30 разные сорта. И половина, там много других сортов – абрикосы, вишня, груши, тоже несколько сортов. Также айва, помимо этого еще слива. Ну, все те деревья, которые могут здесь вырасти. Чтобы никто не остался голодным, как и принято, по обычаю поставили варить мясо в казане, чтобы всех накормить традиционной карачаевской шурпой. А эту ответственную миссию взял на себя Рустамбек Батчаев. Самая большая ответственность – это взять 20 человек из старого поля активистов, привезти их сюда, здесь как бы все нормально провести и вернуть их обратно по домам. Это ответственность и перед ними, и перед их родителями. А сварить шурпа – это так, для души. Помогают и девушки из 9 литров айрана. Они готовят туз лук и сусап для собравшихся на торжество. Основные ингредиенты – это, конечно же, карачаевский айран. Добавляем туда соль, специи по вкусу. Обычно это перец, красный и черный, ну и, конечно же, чеснок. Ну, я смотрю, вы и огурцы хотите, да? Ну, это будет уже более современный вариант, усовершенствованный. Организатор мероприятия – Карачаево-Балкарский культурный центр «Алана» из Ставрополя. А гости – старейшины, представители духовенства, правительства, парламента. Собравшиеся совершили обряд дуа по умершим в годы ссылки. А очевидцы напомнили о тех страшных страницах истории. В 43-м году 15 тысяч карачаевцев отсюда по этой дороге увезли в ссылку. А через 14 лет вернулись в родные аулы только около трех тысяч людей, которые сохранили, привезли и передали нам наши традиции, историю обычаев, сказал ректор Качегоу Таусултан Узденов. Деревья, как память, высадили здесь стройными рядами. Саженцы, лопаты и, конечно, хорошее настроение нужно, чтобы принять участие в масштабной акции. Волонтеры буквально за считанные минуты посадили здесь фруктовый сад. Аладинаева, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, поселок Кальбруске. В пункт временного размещения в Карачаево-Черкесии прибыли беженцы из Украины. Семья из пяти человек приехала в Черкесск из Мариуполя. Условия места пребывания осмотрели премьер-министр республики Мурат Аргунов, его заместители Дмитрий Бугаев и Ирина Гербекова, а также региональные министры Казим Шаманов, Инна Кравченко и Руслан Шаков. В беседе отец семьи отметил, что они полностью довольны условиями размещения и горячим питанием, которое им предоставляют в пункте. Помимо этого, семья получит региональные выплаты, помощь в трудоустройстве, необходимое медицинское обслуживание и юридическую помощь. Кроме того, по просьбе семьи, члены правительства предоставили коляску для их 8-месячного ребенка. Старший сын уже определен в школу, а третьего помогут оформить в Ясли. Хорошие условия, нам все нравится, кормят, помогают. Сегодня нам подарили коляску ребенку, которую, к сожалению, мы оставили в Мариуполе, уезжая туда. Все нас устраивает, все замечательно. Какие планы у вас сейчас при помощи правительства, трудоустроиться, куда хотели бы трудоустроиться? Какие планы вообще дальше, как строить свою жизнь, если можно вообще строить свою жизнь? Ну, да, мы хотели бы, конечно, туда устроиться, хотели бы работать, приносить пользу обществу. Нам общество помогло, все-таки тоже, вот уже, хоть и несколько дней, но очень приятно, как нас встречают. Вот, и поддерживают. Хотелось бы, чтобы и от нас была большая польза. Сейчас настало время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, в горах со снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1,6, в горах минус 2, минус 7. В северных и центральных районах местами заморозки, в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов мороза. А днем 12-17 выше нуля и местами 4,9 со знаком плюс. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днем 15-17 градусов тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Автоинспектор и региональная столица проверили знания водителями правил стоянки и парковки транспортных средств. Местное проведение рейдового мероприятия стал одним из наиболее проблемных участков в центральной части города. За эвакуацией автомобилей и нарушителей наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Мероприятие состоится в любую погоду. Отправляясь полицейскими в рейд по незаконной парковке транспортных средств, мы не особо рассчитывали, что хоть кого-то найдем даже там, где нарушать правила водители привыкли на постоянной основе. Однако дождь никак не сказался на осторожности автомобилистов. Они все так же беспечно бросали свои коломаги на тротуарах и вдоль обочин под запрещающими стоянку и парковку знаками. Микрорайон, через который проходят улицы Кавказская, Магазинная и Лара, сами полицейские считают одним из наиболее проблемных. Дорога имеет две полосы движения и стоят знаки «Остановка, стоянка запрещена» и что работает эвакуатор. Ну и тем не менее водители паркуются, хотя рядом предусмотрена стоянка. Некоторые водители, видимо, до последнего надеялись, что полицейские оставят без внимания их автомобили, мешающие движению транспортных потоков. Когда угроза временной потери собственности становилась реальной, подбегали к месту эвакуации, пытались доказать, что не виноваты, просто так сошлись звезды. Данное нарушение ПДД административным регламентом предусмотрено штраф в размере полутора тысяч. И в данный момент мы работаем с помощью эвакуатора. То есть, если машина попала на эвакуатор, то увозится на спецстоянку. И водитель должен будет тоже оплачивать стоимость эвакуатора в размере 1800 рублей. Проверка по базе одного из номеров показала, что авто уже снято с регистрационного учёта. И теперь, по сути, является грудой металла, на которой можно передвигаться разве что по своему земельному участку. Скорее всего, прежнему владельцу надоело оплачивать или копить штрафы нового собственника. И он принял единственно верное решение. По улице Лара существует ограничение передвижения на транспорте в определённые часы. Однако кого в Черкесске это останавливало? Пока полицейские отрабатывали парковку под запрещающими знаками, мимо проехали десятки водителей. К сожалению, люди далеко не всегда понимают, что нарушая, создают помехи своим же знакомым, друзьям, родственникам, которые работают на рынке и могут попасть под колёса едущего транспорта. Впрочем, некоторое время назад вставал вопрос о переносе самого рынка из центральной части города. Тогда, мол, и проблем с дорожными пробками и брошенными у обочин автомобилями будет в разы меньше. Но пока всё остаётся как есть, работы у эвакуаторов будет предостаточно. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. В Карачаевой Черкесии презентовали книгу «И пусть поколения знают» об участниках Великой Отечественной войны. Каждая глава – итог многолетней исследовательской работы автора Наймановой Булгаровой и помогавших ей в поисках неравнодушных жителей Карачаевой Черкесии. Министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков отметил заслуги автора в деле сохранения памяти героев войны и вручил ей почётную грамоту министерства. Участники мероприятия говорили о необходимости увековечивания памяти земляков, воевавших за мир, свободу и независимость народов нашей страны, а тех, кто ковал победу в тылу, о важности патриотического воспитания молодого поколения на подвигах земляков. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. Всего вам доброго и до встречи!